Открытый телеканал представляет Каждый гость очень важен, очень дорог, поэтому все наши участники важны, равны Хотели бы, чтобы вы поделились, как вы первый раз узнали, что вы еврей, или, может быть, почувствовали, что вы еврей Ну, я очень рано очень такую национальную идентичность осознал, мне было года четыре Родители мне как бы не рассказывали, кто и что, и не погружали меня в эти национальные темы Но благодаря внешнему воздействию я довольно быстро это понял, потому что я был таким общественным ребенком Ходил в ясли, в детский сад, на продленную группу и так далее Вот в детском саду мы там, да, после обеда веселились, бегали вокруг, бегали вокруг вот этого здания, там, да, где мы, так сказать, там ели спали Дружно вот таким кругом и кричали «Бей евреев, бей жидов!» И я тоже бегал и кричал «Бей евреев, бей жидов!» Потом вечером я пришел домой, когда меня родители забрали, я радостно им рассказал вот эту вот новость Отец ничего не сказал, он мрачно снял ремень, снял с меня штаны, выпрал меня И в этот момент я вот понял про свою будущую жизнь и про настоящее, вот у меня такое вот яркое впечатление Я жил в Ленинграде, время было очень антисемитское, это был, это был, был 50, там, конец 40-х, начало 50-х Мы с отцом ехали в автобусе Отец прошел всю войну, ушел из Харькова в 41-м августе и закончил в Праге 8-го мая И мы ехали в автобусе, отец был очень крупный, очень мощный и очень такой И вот мы ехали в автобусе, и мне, в переполненном автобусе в Питере, и мне, наверное, нечаянно наступил на ногу какой-то мужик И отец сказал, ну, осторожнее, здесь ребенок И мужик сказал, повернулся и увидел нас, посмотрел и сказал, а нечего тут рули свои расставлять, сказал мужик И папа мой вот так вот его взял, вот так вот выбросил из автобуса, сломав дверь И я очень хорошо помню, наступила звенящая тишина Никто не сказал ни слова, мы с отцом вышли через эту сломанную дверь и пошли И тогда отец мне вот очень долго рассказывал про то, что такое евреи, кто еврей, почему евреи и то, что мы евреи Когда вы сказали, что люди меняют национальность, я вспомнил такую шутку по легкому антисемитизму Один там говорит, вы, говорит, такой юркий, шустрый такой, у вас, говорит, евреев в роду не было? Он говорит, нет, я первый Я встретился впервые с еврейством лет, наверное, девять Я вообще-то родился в интернациональной семье Моя мама татарка, отец еврей Как один говорит, мама турок, папа грек, а я русский человек И вот, значит, мы жили довольно богато по тем временам Ну, достаточно сказать, что я жил на окраине Москвы Достаточно сказать, что из 25 человек в классе у меня у одного была отдельная квартира И вот, продолжая тему, значит, такого антисемитизма Вот, в нашем дворе лопух там, или там неумеха, или дурак там, и евреи Это все синонимы были Мы жили в Баку сначала, потому что отец там родился в Москве Потом меня перевезли туда, там родился брат и сестра И вот потом привезли в... мы там вообще не знаем ни про каких Мы знали, что азербайджанцы есть и русские, все А когда приехали в Москву, то во дворе, значит, вот такие... Это евреи, это просто что-то там не то сделал, евреи там, или что-то такое Теплое такое было ругательство И вот однажды, значит, наши с братом играли в футбол Никого не было, для нас была страсть большая И вот он... я его пробил, пропустил И я совершенно органично так говорил, ну, еврей-то все-таки вот такой Отец стоял на балконе, я никогда не забуду, как он искривился так Улыбка такая была у него ужасная И потом до руку прикладства не дошло дело, но он как-то так начал рассказывать В принципе, он очень боялся что-нибудь рассказывать, потому что брат у него был расстрелян В тридцать седьмом году, в тридцать семь лет И я потом это узнал, он был Главным помощником у Зиновьева Причем в тридцать... еще четвертом... Там забавная история была, я коротко скажу Хотя это, может быть, не относится к этой теме Что... были такие техникумы для вождей Двадцать... первый-двадцать второй год Там, для помощников вождям И тогда неясно было, кто такой Сталин Тем более там Троцкий, Ленин, понятное дело, велики А этот какой-то непонятный, косноязычный Ну и вроде того, что собрались... значит, они закончили этот техникум И мы его послали к Сталину, помощникам А товарища Паскребышева, его друга, послали к Зиновьеву Ну, они там выпили, то все... И мой, он говорит, что-то не хочу я к этому саду Давай, давай поменяемся Выбрал себе смерть Я расскажу другую историю, которую я когда-то в детстве слышал от мамы Они жили в Полтаве Большая семья была Значит, и у них были соседи Ну, некоторые были евреи, некоторые русские И у них было по соседству жила маленькая девочка Русская И она вдруг узнала, что здесь живут евреи Не то, чтобы это был антисемитизм Но она прибегала, ей было интересно Она спрашивала Скажите, а вот Моисей, дедушка, он у вас еврей? Он говорит, да, еврей, еврей А вот ваша внучка, вот Иришка маленькая, она еврейка? Да, еврейка И она каждый день так бегала, потом сказала А вот дружок, вот ваш песик, он тоже еврей? Бабушка, значит, уже не делала, она сказала Да нет, конечно, русский Вот, она сказала, ну, слава Богу, и убежала Вот это, мне кажется, ждет человека, который начинает очень много об этом задуматься И вот переходя к теме сегодняшнего нашего круглого стола Мы его назвали уже, это главный секрет евреев, который мы попробуем вместе выяснить Хотелось сделать маленький экскурс в историю Ну, как известно, про отцом еврейского народа считается Аврам Который в свое время каким-то непостижимым образом решил, что обязан и способен воплотить в жизнь идею возлюби ближнего как самого себя И собрал вокруг себя группу, соответственно, единомышленников И вот эту высокую идею они сделали принципом своей жизни И начали, значит, таким образом существовать И так строить взаимоотношения между собой Этот принцип, эта идея, наверное, идея, скажем, или этот принцип, который они взяли На данный момент таким образом распространился, что сейчас мы видим, что он является основополагающим во всех, соответственно, и религиях, и философиях, и основных философских учениях Это сумасшедшая идея Как она могла вообще, в принципе, прийти к нему в голову? Одни источники говорят, что оно было свыше Другие говорят, что он сам это придумал Но суть вопроса в другом Результат И мы сегодня видим исследования и размышления различных ученых Которые говорят, что данный принцип лежит в основе всей нашей цивилизации В общем, понимаете, проблема заключается в том, и это довольно интересно Как говорил один мой знакомый Равин, очень мудрый Он говорил, что все зависит от того, какую шляпу вы на себя наденете Шляпу историка или шляпу Равина В зависимости от этой шляпы вы высказываете прямо противоположные взгляды У еврейского народа есть какая-то особенная миссия Но сначала несколько примечательных фактов Что происходило с народами, которых побеждали? Которых дробили на части, угоняли в рабство, насильно ассимилировали или планомерно уничтожали? Ответ известен, такие народы исчезали А что происходило с народами, которые всех побеждали? Создавали великие империи, распространяли свое величие В том числе и язык на захваченной территории Ответ, как ни странно, тот же Такие народы исчезали вместе со своим величием Где они? Древние египтяне, персы, римляне, татаро-монголы Нет их? А языки завоевателей? Что случилось с ними? Ответ, как ни странно, тот же Их нет Наш современник не смог бы свободно общаться со своим пращуром, жившим 400 лет тому назад На каком бы языке он ни говорил Например, только лингвисты понимают тот английский язык, на котором писал Шекспир Существует естественный процесс развития Как народов, так и целых цивилизаций Это правило, если не закон Но, как известно, в любом правиле есть исключение В нашем исследовании это евреи Их называют на разных языках по-разному Евреи, иудин, ивреим, ииден, джудиус, джуз, юда У них есть государство, но все хотят, чтобы его не было У них есть язык, но больше половины народа на нем не говорит У них есть президент, но у них нет конституции Предки современных евреев стоят у истоков религий Алфавита, финансовой системы и выходного дня Этими достижениями дружно пользуются все При этом благодарности не испытывает никто За евреями признают некую особенность Однако в чем она заключается, не знает никто Включая их самих Кажется, что даже общепринятое понятие «народ» Неприменимо к ним Может показаться, что эти противоречия случайны и не более У нас есть достоверные сведения, что это не случайность А запланированная закономерность Спроси себя, что лично ты чувствуешь по отношению к евреям Как известно, все познается в сравнении А теперь скажи, но только честно Есть ли разница в ощущении, когда ты слышишь, допустим, Слово «голландец» или «цыган» и «еврей» Какова роль еврейского народа в мировой истории и культуре? Какой-то физик, довольно известный Не лауреат Нобелевской премии, но лауреат многих премий Вот он еврей американский, но в нем ничего религиозного нет Он не носит кипу, он вообще не ходит в синагогу Работает в университете и так далее У него брали интервью и спросили у него Но все-таки вы цените свою идентичность еврейской? Вот про вас пишут, когда вызывали какую-то премию, что вы еврей Вот почему, в чем она состоит? И он тут показал на стенку, а на стенке висит портрет такого человека В лапсердаке с пейсами и так далее Он говорит, про меня пишут, что я еврей, называют меня евреем Из-за этого человека, который висит на стенке, про которого никто не знает И вот мне кажется, эта модель, она может характеризовать вообще историю и вклад еврейства Которая, в общем, довольно нестандартна Вот про это много пишут, но мне кажется, что тут вот такая вот история Дело в том, что очевидно, что евреи дали миру очень много И прежде всего в религиозном смысле Они дали туру, они дали этику И просто из этого религиозного наследия, в общем, развелось все другое религиозное наследие И монотеистическое, и христианство, и ислам, и основы современной какой-то этики Но все дело в том, что, собственно, еврейских героев, ну не считая героев Ветхого Завета, как их называют А дальше весь период дарвинистического иудаизма, знаменитых еврейских мудрецов, их никто не знает Их не знает никто Но при этом эти мудрецы, вот этот вот еврейский строй, вот это вот непрерывные интеллектуальные поиски Талмудические рассуждения, часто такие абстрактные, порой сейчас нам кажущиеся абсурдными Они породили вот определенную интеллектуальную атмосферу Они породили такую замечательную способность мозгов к абстрактному мышлению, к талантливым каким-то выбросам, к талантливым действиям И когда случилось так, что, собственно, еврейская община единая распалась после многих столетий Да, евреи вырвались из гетты, вот те самые евреи, которые веками были научены вот этим интеллектуальным поиском, учебе, обязательному чтению Они ушли в самые разные сферы деятельности И мир знает именно этих евреев Мир знает евреев Эйнштейна, Ойстраха и других Он не знает еврейских мудрецов, но они очень все органически связаны Вот эта вот связь, она является определяющей для мира Что, например, мой отец дал мне И что я могу теперь передать, допустим, людям, с которыми я общаюсь не только здесь, а вообще Это папа мой, придя с фронта и, собственно, воевав всю войну Он начал с того, что он был зубным техником Потом он кончил театральное училище Потом после войны он в поисках работы был токарем, водолазом Потом актером Ленинградской филармонии Потом закончил школу мастеров-десятников И попал на Урал И на Урале он ушел в Березняковский драмтеатр И начал заниматься гипнозом И когда его вызвали в Горздрав и сказали, что гипнозом могут заниматься только врачи Он сказал, ну нет проблем, я поступлю в мединститут И он поступил в Пермский мединститут со мной в один год И мы жили, как я уже говорил, в одной комнате в общежитии с папой и еще тремя людьми То есть мы в Пятером жили в комнате с папой Теперь, когда, а я всю жизнь хотел быть актером Но поступил в мединститут, потому что хотели мои родители И меня научили, что надо как-то любя своих ближних делать им как можно больше хорошего И мне было легче, как, знаете, говорят, что легче отдаться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь Я поступил в мединститут, имея в виду, что учиться я там не буду А буду как-то тянуть эту резину И действительно, первый свой экзамен я сдал с первого раза только в конце третьего курса Но потом началась психиатрия, психиатрия и психотерапия И мне показалось, что это какая-то актерская история Вот, и я сказал, я уже учусь и буду психиатром Все время держа на втором плане, все равно, что я как-то хочу на сцену, на экран и так далее И вот я стал актером, ребята, в пенсионном возрасте Я все-таки стал актером, я снимаю в кино, я играю в театр и современник И я считаю, что эта история голливудская, в общем-то, по своей невероятности Это то, что я получил от отца И то, что я сейчас могу передать другим людям, которые говорят, что поздно, 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 поздно И вот после меня уже несколько человек, уже в достаточно взрослом возрасте На все плюнули и стали заниматься тем, чем хотели И мне кажется, что вот это разрешение или там, я не знаю, одобрение Назовите, опровол, как угодно Делать, что хочешь Делать, что должно и будет, что будет Мне кажется, это некая миссия, которая мне досталась от отца И я так сейчас понимаю, что она же ему тоже от кого-то досталась Я думаю, что вот это и есть в некоторой степени еврейская история Предприимчивость, авантюрность И, скажем, попытка сделать то, чего считается сделать нельзя Наверное, в какой-то степени это наследие наше Почему эти успешные люди, которые действительно во всем мире достигают огромных успехов во всем У них такой грустный взгляд Почему, собственно, трудно назвать людей счастливыми в полной мере Мне кажется, я не знаю, может быть, это я просто не чувствую Но я со многими разговариваю и пытаюсь это выяснить И действительно вижу, что человек влюбляется несчастно Куда-то там стремится, добивается в бизнесе огромных успехов, мои друзья И, ну, плохо, так сказать, как-то себя внутренне чувствует, как некомфортно При том, что очень богатый, очень успешный и так далее Почему, с другой стороны, в Израиле, допустим, я живу вот в этой стране уже много лет Люди бедные Люди совершенно, вот когда уже отметили, ну, практически без всякой культуры Без традиций, без воспитания, без архитектуры, без театра, без кино, без всего Ну, в общем-то, какая-то страна совершенно новая, непонятными ценностями И в том числе не на мудрецах, основанных, и не на канонических каких-то текстах Ну, там есть элементы, но все-таки далеко общество от того, чтобы оно строило себя Как-то какое-то религиозное или духовное государство, не знаю, еще какое-то Странное для всех, на самом деле, для всего мира это государство тоже Вот, но тем не менее, люди считают себя там самыми счастливыми почему-то При том, что, ну, будем говорить, с голой задницей многие из них там В прямом смысле буквально ходят в шортах и в майке там и в сандалиях на босу ногу Вот, и почему наоборот, вот, успешные люди, допустим, во всем мире, евреи Ну, как-то не чувствуют себя такими счастливыми И вот, мне кажется, вот именно вот здесь надо поискать нам всем Действительно не академический ответ, а опыт каждого из вас очень ценен И каждого из нас И действительно понять, а что, собственно, евреи дают миру И в чем эта ценность, и что надо перенять, а что, может быть, не стоит перенимать То есть, вот как-то, ну, пытаться, поточнее, может быть, вопрос просто сформулировать Я просто хочу насчет глаз сказать Понимаете, это все очень субъективно Грусть в глазах, это вызвано определенным просто определенным строением лица Но я думаю, я сейчас вдруг подумал, что грусть может быть вот от чего Почему, вернее, одно дело, когда человек выглядит грустным Другая ситуация, когда человек грустен на самом деле Почему человек выглядит грустным, я уже сказал А вот почему человек может быть грустным, при том, что у него все хорошо Я вдруг подумал, что, наверное, потому, что хотелось бы, чтобы за нас счастливых и довольных жизнью Другие тоже радовались больше, чем они радуются Нам хотелось бы, чтобы за нас радовались больше И тогда бы мы грустили меньше Не могу сказать, какова миссия евреев в мире Но что-то все-таки есть Какой-то неразгаданный иммунитет, я не знаю Я вот думаю, что где-то я прочитал Давно, правда, надо вспомнить Там был очень хороший философ Он говорил, что вот евреи, это, говорит, такие люди, они Это уже Израиль уже появился Он говорит, что вот в рассеянии они добиваются больших успехов разных Но они, они патриоты тех стран, где они живут Они лучшие французы, лучшие немцы И с удовольствием убивали друг друга в Первой мировой войне, например И это же феномен такой удивительный И вот говорят, что литература, язык, вот французский или немецкий или английский Почему-то вот они знают его лучше, чем те люди, которые не имеют отношения к евреям И они... Кстати, русские тоже часто Ну да, и вот, а как бы впервые вот этот эксперимент, когда они получили возможности Или мы получили возможности Вот эксперимент сумасшедший, вот Израиль Где вы вот все умники такие А вот вы вместе вот живите, создавайте цивилизацию Я очень не любил моих еврейских друзей, которые вот скрупулезно там высчитывали Сколько крови вот того-то там Получалось, что все евреи, все знаменитости, все евреи Как сегодня Как человек становится знаменитым, он точно евреем становится Кем бы он ни был И мне всегда казалось, что это как-то нехорошо Потому что это действительно правда Кто-то написал, что гордиться своей национальностью, это все равно, что ты в четверг родился Ну, родился в четверг, и что ты балдеешь от этого? Черчилля, когда спросили, почему в Британии нет антисемитизма Он сказал, что потому что британцы не считают себя глупее евреев Я как-то это, когда услышал, пропустил мимо ушей А потом призадумывался и посмотрел статистику По писателям, по нобелевским лауреатам И вот, ребята, я вам скажу, конечно, евреи, честное второе место Первое место, конечно, британцы И тут надо просто не хвастаться, а просто это честно признать, что британцы молодцы Их вклад в историю Земли, конечно, сильно больше Роль еврейского народа в истории человечества Она совершать ментальные революции Ну, мне вот это совершенно очевидно То есть, начиная с того, что монотеизм Была абсолютная революция с самой идеей Сама идея казалась какой-то странной То, что надо отдыхать почему-то целый день вообще Вместо того, чтобы трудиться Вот эта этика слабости Но мне более понятная вещь Это то, что сделал Фрейд На самом деле недооценивают ту революцию В культуре, которую сделал Фрейд Ведь он что сделал? Он многотысячелетнюю идею Что все наши желания, наши страсти Это грех и это плохо А наш дух должен их держать в узде и подавлять Он перевернул Он сказал, что все наши желания Это как раз и есть то, что надо культивировать И абсолютно вот можно взять 99% всех журналов Про психологию или про самореализацию На самом деле источник вот этой новой религии Связанной с тем, что мы должны реализовывать себя в своих желаниях Заложил Фрейд Ну и так далее И поэтому вот такой мой дилетантский взгляд Что они каким-то абсолютно парадоксальным образом Парадоксальным, потому что слишком много Ну вот за эти тысячи лет слишком много Совершали кардинальные революции В представлении о жизни В некотором мировоззрении Причем это было и там 4 тысячи лет назад Или когда там монотеизм возник И вот сравнительно недавно Там 100 лет назад Ну уж не говоря про того же Карла Маркса И это для меня удивительно Мне кажется, вы абсолютно правы Когда говорите о том, что Еврейский народ консервативен Но он был консервативен Да, вот скорее до вот начала 19 века Да, когда все вырвались потом евреи Вот из гетто и все И сейчас, мне кажется, основная черта как раз Еврейского народа Если взять Израиль, Америку, Россию То это самая резкая на самом деле Вот такая контрадикция, что называется Самая резкая разница Между составляющими этого еврейского народа То есть нет нигде, наверное, такого народа В котором около миллиона фактически Ультра-ортодоксов Которые живут совершенно геттоизировано И являются наследниками 17-18 века И с другой стороны Именно евреи На протяжении двух последних веков Они давали, в общем, сопровождали Да, они давали, в общем, полет Всем новейшим течениям Причем самым разным И в искусстве, и в социальной жизни И в социальной сфере То есть это абсолютные полюса И вот мне в этом смысле кажется Что еврейский народ отличается от других Потому что и до сих пор Это на примере государства Израиль Это очень видно Потому что вот таких полюсов Такого, собственно, столь разных групп Которые находятся друг с другом Вот таких противоречий Больше примеров, мне кажется, нет В настоящее время И в этом, мне кажется, у евреев Как раз вот такой вот энергетический запал И вот такая креативность есть Которую они дают И себе, и миру дают такой посыл Сейчас опять же, делая параллель С актерской профессией То наиболее эффективно С точки зрения зрелищности Как раз выглядит игра актеров Когда происходит так называемый Слом атмосферы Когда что-то резко меняется И работает на парадоксе Наверное, вот выход из этих Канонических каких-то правил Таких устоявшихся правил В ситуацию, в светскость Когда гуляют, что называется, как хотят Это и есть слом атмосферы И, наверное, только это И дает такой яркий, ощутимый эффект Который воспринимается И не только зрелищно А еще и по каким-то По каким-то революционным преобразованиям Страсть и пассионарность Но вот как-то вот Сочетание этих двух вещей Возможно породило революционеров Вот тут очень хорошие слова Прозвучали про пассионарность И мне очень понравилось Что Александр вспомнил тоже слово Шизофрения Я бы сравнил эти два понятия Потому что Мне кажется, что евреи В мировой истории Выполняют роль такой шизофрении Я не говорю о чистоте Распространения шизофрении Среди евреев Которая явно больше Но евреи представляют Такую общность Когда гениальность Граничит с безумием Потому что мы знаем Очень много талантливых евреев Но также мы знаем Огромное количество кретинов полных И мне кажется, что И по числу талантов И по числу кретинов Евреи опережают многих Мы знаем огромное количество Подвижников Абсолютно бескорыстных Готовых пожертвовать собой Но мы знаем И огромное количество мерзавцев Еврейского происхождения Знаем, что Ленин был на четверть еврей Гитлер был на четверть еврей Между прочим Тоже не надо об этом забывать И мне кажется, что Вот это вот Интеллектуальное Поведенческое разнообразие Именно несет в себе Может быть, это культурно обусловлено Может быть, это обусловлено Как-то генетически Но вот это вот Я бы все-таки сравнил с шизофренией В некотором роде Я думаю, мне возразит Александр Чуть позже И мне кажется, это хорошо Потому что это Там, где гениальность Граничит с безумием Там что-то может родиться новое Мне вообще кажется, что Вот это стремление к свободе Оно Ну, как бы вот Ломка канонов Она Ведет часто к своей противоположности Я думаю, что Евреям не хватает Баланса и равновесия И это очень большая проблема Это было в 17-м году Это было в 91-м году Они были тогда во главе справедливости Мир был беременен справедливостью А теперь они были Во главе свободы В начале свободы И это было, само собой хорошо Но Это привело к печальным последствиям очень Мне кажется, что В теперешнем мире Где столкновение цивилизации Очень ощущается Поскольку мы Действительно в одной маленькой деревне живем Или большой деревне И здесь Мне думается, что Как раз не хватает Вот этого равновесия Баланса И такое впечатление, что Ну, не знаю Может быть, я здесь ошибаюсь Что есть Вот такой Тип мышления Истинно верующий Вот Эрик Хоффорд написал Такую книгу хорошую Истинно верующий На философском языке Птичьем называется Это как это называется Антологизация Теоретических схем Для евреев Очень Свойственно Мне кажется Вот внедрять Учения Так сказать Самые последние И правильные И принуждение к счастью Тоже Очень серьезно работает Вот Значит А что бы я хотел оставить Мне кажется, очень Мир наш неспокойный Я должен признаться Что за всю свою жизнь А мне будет в феврале 70 лет Если будет Я Никогда Не испытывал такой Степени определенности Непредсказуемости Будущего И это касается И политики И экономики И культуры И судьб Судьб мира Вот То есть Похоже Какая-то Фаза хаотизации Начинается И В этой связи Еврейское Участие В делах Оно Тоже Неопределенно А мне хочется Чтобы Мой внук Там и внучка Чтобы они знали Что они имеют Отношение к евреям Это очень важно Я чисто Инструментально Операционно Говорю Что это очень Дисциплинирует Просто И дисциплинирует И В общем Обеспечивает Какое-то Разнообразие Шансов В этом мире Вот я хотел Продолжить Мне кажется Очень важно Вот в этот Действительно Очень сложный Период Который мир Переживает Не только евреи Естественно Все страны Все народы Это найти Какую-то Опору Концептуального Такого Дальнейшего Развития То есть Собственно Чего мы Должны Дальше К чему Идти Каким Ценностям Моральным Нравственным Экономическим Каким-то Стимулам Мотивации Труда Воспитания Детей То есть Огромного Количества Проблем По которым Сейчас На самом деле Неопределенность Величайшая И вот У меня Есть все-таки Надежда Такая Что Учитывая Что Есть Действительно Какая-то Тайна Еврейского Народа И скорее Всего Она Все-таки Связана С теми Древними Мудрецами Которые Заложили Основу И культуры И религии И нравственности И моральных Ценностей И всего У меня Такое Впечатление Что Современные Мыслящие Люди Должны Найти Вот это Равновесие О чем Мы говорим И действительно Вот эту Точку Выбора К чему Дальше Должны И вести Людей Вольно Невольно Эта миссия Все-таки Она есть Такая Вот Чтобы Изложить Внятную Нравственную И за ней Уже Какую-то Дальнейшую Там Политическую Экономическую Концепцию Развития Общества Вот То есть Мы наверняка Ну точно Совершенно Мне кажется Все в этом Убеждены Находимся В таком Периоде Ну там Бифуркации Не знаю Там Неравновесия Какого-то Кризиса Который Надо преодолевать Вот И надо Искать И вот Эту нравственную Основу И духовную Основу Как-то Применить Для того Чтобы человечеству Дать Ну так сказать Какие-то Ориентиры Развития По мне Я горжусь Тем что я Еврей Когда я Понимаю Что я Нахожусь В компании Евреев Гениальных Талантливых Ярких Проявляющихся Ученых Артистов Писателей Я Когда Вспоминаю О том Что Среди Нас Тоже Есть И мерзавцы Как сказал Леня Вы знаете Я испытываю Да Фамилия Мерзавца Я испытываю Чувство Вы знаете Я испытываю Чувство Я испытываю Чувство Не Озлобленности И отчуждения И отчуждения А чувство Сожаления Чувство Сожаления И если Говорить о том Что бы я Передал Своим Потомкам Своим Детям Своим Внукам То я Собственно Я это уже и делаю И передаю То я Очень хочу Чтобы они Помнили Что они имеют Отношение К еврейству И я хочу Чтобы они Сделали Как можно Больше Для того Чтобы среди Евреев Которые Еще не Заслужили Право Ими Гордиться Чтобы этих Людей было Как можно Больше А те люди Которые Вызывают У нас Самих И у Представителей Других Национальностей Какие-то Негативные Чувства Чтобы эти Люди Становились Лучше В том числе И с нашей Помощью Меня наполняет Как бы Чувство Гордости Но никак Не за себя Когда я бываю Когда я бываю В Израиле Вот Я собственно Израильский Гражданин И вот там Действительно Когда ты понимаешь Что люди На Клочке Земли Каменистым В общем И болотистым Построили Вот это Что они Опровергли Абсолютно Все существующие Мифы О евреях Значит О том Что евреи Не воюют Значит Что они Только торгуют Что они Не земледельцы Значит Вот Весь этот набор Весь этот набор Стандарт Инвектив Все это Провергнуто Конечно Вот Я испытываю Гордость За этих людей За это государство Но не за себя Потому что Я ровно ничего Не сделал Для его Просветания Хотелось бы Обобщить Все наше мнение Было высказано Противоположные Очень интересные Острые Точки зрения Начиная с того Что Евреи Лечаются тем Евреи созданы Для того Чтобы совершать Ментальные революции Они пошли Сознательно На эксперимент Сознания Своего государства Они там Басы Без достижений Особых В архитектуре Литературе Поэзии Но они абсолютно Счастливы Как встречаются Как гении Так и безумцы Но при этом В нашем сложном мире Где происходит Такой раскол Всех цивилизаций Нам нужна гармония Нам нужен баланс Которую мы можем Все прийти Я думаю Что наилучшее Мы человечество Которое Большая часть Или значимая часть Хорошая часть Представляют Наши соотечественники Мы можем Внести В это Большое О нас будут говорить Еще очень-очень долго А вы поняли В чем главный секрет Евреев После нашей беседы Я думаю Что секрет В этом народе В том Что он Совмещает Себе Несовместимое Что он Совмещает Себе Самые разные Пулюса На всех Возможных Направлениях И в этом Есть его Большая Интересная Историческая роль Евреи Собранные Вместе И при этом Договорившиеся Это все-таки Какая-то Уже Определенная Сила Вы знаете Мне представляется Что Может это Непопулярно Прозвучит Особенно На улицах Москвы В российском Ресторане Хоть он и еврейский Вы знаете Я думаю Что Израиль Как государство И евреи Как нация Это некая Такая Материя На которой Все-таки Держится мир На земле В очень Большой степени Я думаю Что если бы Евреев И Израиля Не было То мир Был бы более Шатким А может быть Его бы и не было Уже вообще Ну то есть Он существовал бы Естественно В каких-то Своих проявлениях Потому что Вековая мудрость И С одной Сраны Желание Не Не агрессивность С одной С другой С другой С другой С другой С другой Среди себя Защитить Это Такие Качества Которые В общем-то Поддерживают Мир На земле И не дают Разыграться В катастрофе Этим Надо заниматься Круглые столы Как сегодня Какие-то Мероприятия Какие-то Движения Миролюбивые Но Определенные Категоричные В том плане Что Надо определить Для чего И потом Уже Получать Удовольствие От процесса Миссия у евреев Какая У евреев Миссия Что Был мир На земле Чтобы Всем евреям Жилось Хорошо И от Этого Было Хорошо Всем Остальным Продолжение следует Продолжение следует